У меня же, девочки, день рождения скоро. Так, вес нам поляну организовал тут. Нашли местечко мы, девочки. В общем, вот такой вот еще песочный пляж у нас тут есть. Я тебе не разрешаю высоко так залазить. У меня горит. Дорога, где за руль может сесть любой дурак. Всем доброе утро, мои хорошие. Сегодня мы с Денечкой представляем выходной день. Пол восьмого проснулись. Он проснулся, он сделал в садике бабочку и положил его куда-то. Громко, я не буду говорить, а то сейчас не слышат. Скоро, чем моя бабочка, ищи давай. Не знаю, куда делась его бабочка. Говорю, улетела, может быть. Сделал в садике красивую бабочку, только положили ее на тумбочку. Просыпаемся, бабочки нет. Не, ну он еще там что-то вечером, когда укладывались, брал ее с собой. Но я везде обыскала, нет бабочки. Как будто реально улетела. В общем, я встала сегодня уже. Сделала вакуум живота. Сейчас пью кофе. Сейчас смонтирую видео, и мы с Дене отправимся на аэро-йогу. Вот, позвали, сказали, место есть, приходите. Я говорю, ну я с Денечкой. Я говорю, да приходите, он вроде тихий у вас. Да, только заблокировал мне телефон на 10 минут. Надо ему зарядить его телефон, кстати. Можно быть, на нем лучше мультики поставить. Вот, и что я хотела сказать. У меня же, девочки, день рождения скоро. Кто не знает, у меня день рождения 8 августа. Я не знаю вообще, что делать со своим днем рождения. У нас дни рождения, ну вот, буквально получается разница полтора месяца где-то, да? У меня 8 августа день рождения, а у Деньки 23 сентября день рождения. Конечно, ему исполняется 5 лет, и в планах у меня сделать ему хороший праздник. Хочу снять местечко и как бы организовать праздник, аниматора взять какие-то, ну просто развлечь детей, да? И поводом будет вот день рождения Денни. У него будет день рождения 23, это будет будний день. Вот, и я хочу выбрать, наверное, воскресенье, чтобы все были выходные и уже с лагерей поприехали, да? Там в сентябре летом еще все отдыхают. Короче, я собираюсь потратиться на этот день рождения. Соответственно, свой день рождения я хочу сделать скромнее. Но с другой стороны, вот дома отмечать, опять же, всех я буду звать, даже своих подружек, родственников, да? Куча детей будет. И в квартире им, вот я понимаю, это вообще не варик. Во-первых, жарко в квартире, места мало, лето, выходной день, и как-то хочется его провести. У меня здесь есть на примете одно местечко. И сегодня мы с Деней хотим туда съездить. Я не знаю, сейчас погода какая-то неплавательная, я не знаю. Ну, короче, в этом месте, там, это место, оно разделено на два. Там есть местечко с бассейном таким, ну, не таким, как бассейн, ну, такой каркасный бассейн, да? Вот, и есть детская. И вот я думаю, может быть, свой день рождения организовать на бассейне, а Денкин день рождения, уже бассейн будет закрыт, организовать в детской. Но я там ни разу не была. Мне просто посоветовали это место, сказали, что там вот так можно. И оно находится, как бы, недалеко от меня. И я думаю, что сегодня после аэро-йоги мы с Деней туда зайдем. Я посмотрю и детскую для его дня рождения, и для своего дня рождения. Но до моего дня рождения вообще остается неделя буквально. Я не знаю, еще и выходной день. Я не знаю, можно ли будет там забронировать все это дело. Вот. А Денкин день рождения еще далеко, и я думаю, что там забронировать можно, если все мне понравится. И заодно посчитаем, прикинем, сколько денег уйдет на его день рождения. Ну, я рассчитываю потратить не больше 30 тысяч рублей с аниматорами, со всеми делами, со съемом помещения, тортик и все дела. Вот. Ну, а там посмотрим, как получится. Ну, а свой день рождения хотелось бы побюджетнее. Но что-то дома вообще не хочется его отмечать. В общем, сегодня будем вот этими делами заниматься. Сейчас пойду монтировать видео. Все, Деня забрал у меня обязанности кормить Милу. Кормить самую. Все-все, выдавливай ей, она все будет кушать. Там целая половинка осталась ей. Все, выдавливай. В этой юбке, которую я сейчас одела, очень глубокие задние карманы. Просто я свою камеру там ищу вот так вот. Телефон, ладно, и все, а камеру ищу. Короче, мы вышли из дома. Жири сейчас страшно. Я не включаю кондер. Блин. Не, по-хорошему надо включить кондер, как бы, чтобы охлаждалось и было комфортно. Но, я не знаю, для меня кондер это как будто все, спертый воздух. Это как будто не настоящий воздух искусственный, понимаете. Да, холодно, но воздух искусственный, окна-то закрыты. Может быть, у меня какое-то неправильное там понимание. Может, кто-то скажет мне, что как правильно, да, что воздух идет с улицы, обхлаждается, да. Так же все. И, наоборот, поступает холодный воздух с улицы. Тот самый натуральный. А мне почему-то до последнего открыть окна и дышать свежим воздухом. Пусть лучше хоть какой-никакой сквознячок будет. Но сегодня сквознячка нет, я уже просто вся вспотевшая из дома выхожу. А на улице еще жарче. У нас сейчас идея фикс. У нас всего час есть. Нам нужно успеть в три места. Нет, у нас всего час, чтобы сходить на почту. И еще два часа, чтобы еще в два места съездить, успеть туда-сюда, короче. Пристегивайся до него. Вот, и, короче говоря, мы вышли из дома. Я сегодня целый день, сейчас пять часов. Я только поела полчаса назад, впервые за сегодня. До этого выпила два стакана кофе. Я монтировала с утра видео, потому что вчера я ничего не делала, не снимала, не монтировала, ничего не делала. Вообще, что я вчера делала, я даже не вспомнила. Ну, короче, отдыхала, да, вот, потому что устала. Вот, а сегодня я встала, и с утра, получается, на один канал пока смонтировала. Что такое, не получается помочь? Нет. Давай сам. Вот, на один канал смонтировала, выложила, потом на второй канал, и все быстро-быстро-быстро, я уже голодная. Потом еще карту заказала, привезли мне там. Короче говоря, у меня, блин, мне кажется, у меня карта есть во всех банках практически. Ну, не во всех, нет, на самом деле не во всех. Но я пользуюсь раз, два, три, четыре, пять, шесть банков точно. Шесть банков, шесть или семь банков. Карт я пользуюсь там разными. Ну, короче, все, короче, поехали. Нашли местечко мы, девочки, где будет мой день рождения. И сейчас я здесь плаваю, и Денька прыгает здесь. Короче, хорошее местечко нашли. Будем так считать у друзей. Вот, короче, дворик здесь с бассейном. И мы можем здесь отметить свой девушку. День, блин. Я тебе не разрешаю высоко так залазить. В общем, вот здесь вот можно будет плавать всем. И детям, и взрослым. Ах так! Ах! А точнее, я не буду вам показывать, что это за местечко. Увидите потом на моей днюхе. Ну что, мои хорошие, я уложила Деньку сейчас спать у себя в комнате. Сейчас иду к себе. Мы пришли из бассейна домой. Это то место, где я буду отмечать сегодня день рождения. Уже всем сделала видеоприглашение. Засняла, показала, чтобы приезжали. Вот, так что следующее воскресенье буду отмечать. Уже какие-то плавные интересные, что-то такое. Прям настроение хорошее, что определилась с этим делом. Вот, пришла домой, покушали. Сделала обертывание. Кстати, обертывание обалденное. Мне очень нравится результат. Я прям кайфую от кожи своей. И я вот, знаете, лежу прям на самом деле, трогаю ее и думаю, блин, ну нереально, оно что так реально работает. Оно что так реально нереально работает. Короче, ссылочку оставлю под видео на видео. Сколько тавтологий. Где я делаю это обертывание из фикс прайса. Горячее обертывание. Реально очень нравится. Мне кажется, еще чуть-чуть и все. И все, у меня будет шикарная кожа. Она уже шикарная. Вот, кто не видел это видео на втором канале, обязательно посмотрите. В общем, уложила Даньку спать. И сама пойду сейчас тоже спать. Увидимся тогда завтра. Завтра уже будем думать, что делать. Не знаю, что. На самом деле дома очень много дел. И у меня очень много планов. Просто если я сейчас напишу список, это будет 30 моментов, как минимум, которые мне нужно сделать. Просто один за одним. И нужно делать. Я вот какие-то вещи очень важные откладываю, откладываю. Думаю, несрочно, несрочно. Они висят висяком в голове. И это очень важно. Это одни из действий на пути к светлому будущему. Это надо сделать. И я просто опять сижу и думаю, почему у меня не две, а лучше три. А в идеале 10. Но я одна. В общем, надо быть еще более сконцентрированной, наверное, каждый день для того, чтобы более эффективно организовать свой день, чтобы не терять вообще время. Но мне надо расслаблять мозг. Вот честно, я не могу. Я бывает что-то сделаю, и мне прям нужно отключиться. Мне прям нужно полчаса посмотреть сериальчик, потому что мозг отключается. Все время концентрироваться. Даже вот монтирую видео, да, я монтирую, монтирую, сижу, не отвлекаюсь. Вот я его смонтировала, обложку сделала, к примеру, да, и все. Мне нужно отвлечься, мне нужно поесть или просто посидеть, повтыкать, хотя бы полчасика. Но такое получается очень редко. Вот. Так что надо найти. Надо более организовать, да. Все, короче, все будет, все нормально будет. Все, спокойной ночи. Мама умоет ягоды. А ты что делаешь? Вот я снимаю. Ты снимаешь. Да. Пора помыть квартиру. Пора. Все. Это к нам идет. Ты что, прячешься? Смехала, все, я слова так давно не слышала. Приветики, приветики. И Дима хорошая. Красотуха. Давай, Снастюль. Привет, Настюль. Снастюль, вот так вот. Это ж лав. Любовь. Систер Браза. Да, у нас тут уборка. Давай, скорее, дай, дай. Да, у нас один и тот же пылесос. Так, брату, готовлю сейчас латте. Сама себя у меня горит. Нет, нет. Фу, мои хорошие. Фу, мои хорошие. Слышите, как у меня все перепернуто. Просто. Давай, давай, пристегивайте. Убирай рюкзачок. Все, мы с Виталиком и с Настей едем на двух машинах. Сейчас едем на еще один пляж. Это вообще у нас недалеко здесь. Ну, я там один раз, наверное, была. А Виталикой часто там бывает. Но мы решили далеко не гонять. Потому что пробки, все такое. Поедем сейчас. И то нам пробки на полчаса ехать до этого пляжа. Он вроде рядом находится. Короче, жара жуткая, неимоверная. Успела кучу дел поделать. У меня столько посыл, которые вам снимать. Вообще, просто коробки, мешки стоят у входа. И столько всего прикольного. Я уже сегодня хотела это сделать. Но в итоге подумала, воскресенье, опять же. Брат уже уезжает завтра, послезавтра на море. Настя тоже уедет. Воскресенье. Денька. Как бы надо вместе провести время. В общем, вот такой вот еще песочный пляж у нас тут есть. Где-то сейчас поставим машину. Мы еще нормально приехали. Да, красивый песочный пляж. Сейчас найдем местечко какое-нибудь. Песочек хороший. Так, ну что, мы упали. Короче, вот так вот уже поплавали. Народу здесь много. Но места еще есть. Куда в туалет. Здесь мостушка, с которой люди прыгают. Вот Денька с Настей прыгнули. Я его увела чуть-чуть подальше туда. Мы вот там плавали. И вот даже где буйки, там все равно очень глубоко. И мне вот здесь как бы, ну в целом неплохо. Вода, правда, грязноватая здесь. Хотя сейчас день. На соленом озере она намного чище. И где мы были в Старо-Черкасске, еще чище вода. Вот. И, короче говоря, здесь глубоко. Здесь такой довольно резкий склон. Там менее резкий. Там вообще... Нет, там очень резкий. Вот там. Там менее резкий. Короче, здесь такой средний. Ну, в общем, сюда не особо я буду рваться, плавать. Так, вес нам поляну организовал тут. Крылышки вкусняшки. Овощи. Сок с водой холодной. Пиво безалкогольное мы пьем. Такое. И вот такое мне понравилось. Кстати, в прошлый раз угощали. У меня очень вкусно. Сладенькое. А что ты пьешь тогда вообще? Сок, что ли? Зачем? Поставь в сок. Потому что сок это... Звучно, да. Браза. Настя. Все. Сноу. Сок просто, ну, это прям, чтобы жажду утолить. А безалкогольное пиво это больше как так. Просто чисто сладенько попить что-то. Это не то, короче. Ты идешь по этим? Я хочу им что-то показать. Давай. Не, только не туда. Туда нет. Туда нет. Дэнни, иди сюда. Давай. Давай. Давай, колесо на берегу сделай. Вот тут, на водичке прям. Красиво будет. Ой, ну что, мои хорошие. Сижу тут на бережку. Поели. Даже я уже купаться не ходила. Ножки помочила. Вот Денька из воды не вылазит. Уже полчаса. Сейчас еще минут 10. Будем собираться и выезжать домой. Я в тенечке сижу. И все. Ну, уже глаза даже болят. Вес вон идет. Под чистой водой искупался. Там бьет ключом. Ну как? Все помыл. Искупался. Чистенький поедет. А я дома уже искупаюсь. Все равно надо к съемкам готовиться. Голову мое. Так что мы дома. В общем, все. Время 5 часов. Солнце забрало. Сожрало просто все силы. Всю энергию. Ну я думаю, сейчас придем домой. Дома я кондер не выключала. Сейчас прям дома будет прохладно. Прям в душик ополоснуться. Голову помыть, уложить. И мне кажется, еще хватит силы снять видосик. Брат уезжает, кстати. Надо снять скорее. Я там подготовила подарки. Солнце забрало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Сейчас просто ехала и снимала машину, которая очень странно едет. Едет медленно и едет криво, каждый раз на обочину куда-то ее ведет. Я просто вижу, что сто пудов прям как будто водитель засыпает. И ехала на расстоянии от него. Через 500 метров съезд. После моста поверните направо. Чтобы если что, короче, успеть притормозить, если он врежется куда-нибудь. Хотя я еду и делаю пожелание, чтобы все нормально с ним было, блин. Стремно же. И в итоге, короче, в гору у нас сейчас поднимается немного дорога. И как бы он раз, и вообще такой притормаживает. И такая сарафан собирается за ним. И в общем все обгоняют. И я думаю, дай обгоню, да посмотрю, кто там сидит. И там просто тип сидит, весь такой вспотевший. Вот я не знаю, такое ощущение. Знаете, вот как человек может быть выпивший. Или может быть там под чем-то, знаете. Такое весь. И вот такое весь, короче. И вот так вот вытирают лицо. Вот так вот. Понимаете? Я такая вот так заглянула, посмотрела. Думаю, все понятно у меня первая мысль. Все понятно. Очень опасно. Я еду сейчас на самом деле. И думаю о том, что вот девочки спрашивают. Я боюсь на самолетах летать. Да, везде я боюсь. Самолеты, поезда. Я все стала бояться с рождением ребенка. Потому что ответственность бережешь в своей жизни. И везде видишь опасность теперь. Но на самом деле, вот например, самолеты. Там люди обученные. Их не так много, самолетов, как машин. И там контроль, чтобы посадить водителя, авиапилота, какой должен пройти, обучение, как все четко и так далее. Это нифига не дорога, где за руль может сесть любой дурак. Просто любой дурак. С правами, без прав, умеет ездить, не умеет, блин. Съел что-нибудь не то, схавал не то. Чувствует себя плохо, неплохо. Никто же не проверяет нас, когда мы садимся за руль, да? Это личная ответственность на самом деле каждого водителя. И на дороге может оказаться кто угодно. Я слышала очень много историй, когда, ну просто даже те люди, которых я заочно знаю, Садились за руль в нетрезвом виде или в каком-нибудь объединении непонятном. Фуры вообще часто садятся водителям, и они ездят долго, сутками, и думают, Быстрее-быстрее доехать, спать не буду. Но организм не обманешь, он просто выключается, и ты вроде, я не сплю, я не сплю, Но ты спишь уже. Для них даже сделали на дороге, на трассах такие штуки, Когда ты, если выезжаешь чуть-чуть, то у тебя машина такая, туду-туду-туду, звук, Чтоб водитель проснулся, представляете? Кстати, по поводу горла, то, что я вам говорила, Я на ночь вчера или позавчера выпила чаю с вареньем и слаймом просто тёпленького, И прекрасно спала. Это может быть что-то такое чутка простудное, знаете? А ещё бывает эта штука у меня, ну вот помните, как я вам говорила, Как будто палец держит кто-то здесь, да, вот такое давление. Я просто недавно, считай, видку штуку проверяла, всё хорошо было. Буквально месяца, мне кажется. Месяц прошёл, месяц назад щитовидку проверяла. Вот, и это, бывает от голода ещё. Вот кто-то говорил с желудком, ну да, когда ты целый день не жрёшь, блин, Вообще толком ничего не кушаешь. Один раз в день поела, потом что-то кидаю в рот непонятную. Фигню какую-то кусок хлеба, то... Ну поняли, да? Это, конечно, не дело. Нужно много каких-то закусочек, фруктов. Ну, у меня как бы есть всё это дело, да? Ещё же от желания зависит. Бывает прям вот не хочется фруктов, хочется чего-нибудь солёное. А бывает хочется чего-нибудь салаткое. В общем, чай горячий помогает. Немножечко такое простудное. В общем, приехали домой. Я уже искупалась. Денька купается. Там я ему набрала пены в ванной. Решила сделать ещё масочку. Давно что-то не делала. Я сегодня, пока солнце это било... Я, кстати, не пойму, грязная камера, что ли? Пока солнце это било, я Денькину кепку надевала. И у меня такие полоски, знаете, как будто глубокие такие морщины. Вообще это ужасно, конечно. Когда вот такие глубокие морщины, они сразу так старят. Вот. И оно прям не сходит и не сходит. Я уже искупалась, и всё. Оно всё не сходит и не сходит. Думаю, масочку сделаю, чтобы ещё увлажнить. После загара всё это дело. Может, и выровняться морщинки. Хочется что-нибудь вкусненькое. Так, я тут варю пельмешки. Нам с Денькой. Наши любимые. Из телятины. На сливках. Телятина на сливках. Все дела. И ещё решила сварить компотик. У меня здесь клюква. И набор для чая. Там базилика немного, клубнички немного. В общем, такой будет набор для чая. Немного и клюква. В основном клюквенный компотик будет. И включила новый сериал, который называется «Политик». Рекомендованный там один. Ну что, мои хорошие. Уложила Денечку спать. Сейчас налила себе вот этот напиток, который варила. Я вам показала, кстати, его. Должна была. Клубника, клюква, базилик. И такое ощущение, что я пью чай фруктовый, но без чая. Очень вкусно. Я прям тёпленький сейчас его пью. Вот этот аромат базилика. Вообще, такой крутой. В общем, что, в воскресенье план выполнили. Сходили, покупались. Искупались. К садику готовы. Вещи все постираны. Все замечательные. Завтра уже собираюсь на тренировку с Настей. Три дня не была на тренировке. Так что вообще на завтра много дел. И английский, и потренироваться надо. Кстати, английский я уже говорила. Нашла классную преподавательницу. Все стабильно. Три раза в неделю занимаюсь. Могу ссылку на нее оставить под видео на ее инстаграм. Кому интересно, у нее первый урок бесплатный. Сможете позаниматься, посмотреть, как вам нравится, не нравится. И если будете брать абонемент, скажете, что пришли от меня, то вам сделают 15% скидку. Все, кто от меня, 15% скидка будет. Ну и, короче, насыщенный день. Куча посылок. Надо распаковывать, все делать. Я уже вся в нетерпении. Сегодня я хотела снять одно видео, но все, сил уже нет, если честно. Все это настраивать, готовиться сейчас. Думаю, ладно, завтра после тренировки как раз мы пораньше встречаемся, потренируюсь, приду прямо домой. И еще будет много сил, я думаю. Пару видосиков хотя бы завтра сниму. Ну а сегодня я с вами прощаюсь, мои хорошие. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok